здравствуйте друзья получил я письмецо от человека который айтишник и зарабатывает ничего но вот решил сдвинуть в америку начал изучать вопрос и дальше он как бы нашел много всяких источников которые не все выглядят для него на его взгляд легитимными но система такая значит получить рабочую визу сложно это первый тезис который выдвигает это правда то есть надо найти работодателя второй момент осложняющие обстоятельства состоит в том что надо пройти лотерею где-то там четыре к одному то есть вроде даже есть работодатель тогда надо в среднем иметь четыре а для надежности может быть десять чтобы хотя бы один уже точно прошел мать и сложно все все сложно есть люди которые готовы помочь они в интернете они тут и там но он как-то сомневается готовые помочь люди говорят что они помогут найти работодателя который готов спонсировать визу рабочую но поскольку это расход такой непонятные там получится не получится там что чего и они там буквально там но оплати оплати расход какой расход там и на разные цифры ему называли там и 15000 20000 и он в общем там понимает что это расход и все такое и и там вопрос у него собственно было какой-то уточняющий там как по каким-то аспектам вот этого всего поэтому давайте я так коротенько значит коротенько стоит что-нибудь ну четыре тысячи сделать вот эту рабочую визу если мы говорим про расходы связанные с тем что нужно поднанять адвоката вот я компа вот я руководитель компании что что правда я делаю рабочую визу я и таки доделаю иногда вот так то есть не то что для нас какой-то новый такой в жизни момент я это делал много раз десятки на самом деле вот это стоит но но до 4000 до 4000 стоит услуги адвоката это не не вне 10 не 15 не 20 и так далее хотя наверное есть адвокаты которые возьмут больше но но это не является необходимым расходом наверняка есть конечно кто-то и больше возьмет первое второе есть такое понятие как легитимность дело в том что компания которая вас берет по рабочей визе она даже по закону не имеет права брать с вас эти деньги точнее там есть кое-что что можно есть нет нет некоторый компонент который можно чтобы оплачивали но в целом нельзя это просто нелегитимно есть такие как бы левые пацаны левые пацаны говорят мы бы тебе сделали визу говорят они но если мы начнем делать визу там пяти человеком и только один в итоге приедет то получится чтобы 20 тысяч потратили а человек один пришел вот ты заплати-ка ты вот сам то есть это не настоящий работодатель у него нет под вас задачи у него нет под вас работы он рассуждает так если этот человек к нам придет в итоге виза его пройдет за его деньги мы вообще с этим не все вот потом сам пусть оплачивает вот тогда если он смог если он сможет найти себе какой-то проект уже у нас под него проекта не если понял если бы у них под вас был проект не встал бы вопрос о том кто платит за визу у них нет проекта и они говорят но вот пусть он там сам день оплатит и если он сам потом найдет себе сам работу то мы просто как крыша будем его крышевать там за не знаю там 30 40 50 процентов от того что он принесет в контору то есть такие крышеватели есть но это не как сказать это нелегитимные работодатели как правило вот эти истории ничем хорошим не кончаются у них нет для вас работы то есть если вы ищите про работодателя и у него есть работа для вас там есть проблема с визой есть проблемы с оформлением с лотереей вот этой вот на рабочие визы но у него есть работа это работодатель эти не являются работодателями то есть они являются может быть зарегистрированными какими-то компаниями да то есть они должны быть юридически чисты но это не значит что у них для вас есть позиция и как как бы сказать элементарно не проходимцы элементарно не проходимцы вообще не поймут когда им говорят я вам оплачу расходы на оформление моей визы то есть я не хочу сказать что не бывает каких-то частных случаев отдельных таких вот очень странных то есть бывает все но в общем и в целом предложить кому-то сказать вы меня возьмите а я вам оплачу я вам компенсирую расходы по оформлению моей визы это вызовет удивление невероятных то есть это не умещается в мозг легитимно функционирующей компании и ее начальство понятно счастливо